Трагедия, которую разделили сотни людей. Анна Бобрикова, девушка из Владимира, впавшая в кому сразу после рождения здорового сынишки, скончалась 14 октября. «Ребята, Аня умерла. В 23 часа остановилось сердце», — написал муж Сергей Плактин в группе поддержки своей супруги в соцсетях. За день до смерти из Московского института гематологии Анну перевели в Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий в Химках. Родственники искренне верили, что долгожданный перевод — это шанс на выздоровление. Теперь все неравнодушные люди активно выражают Сергею Плаксину соболезнования и пишут слова поддержки. Сам же Сергей написал, что после похорон с утроенной силой займется поиском правды. Дата прощания пока не назначена, поскольку Следственный комитет проводит экспертизу. Напомним, по факту причинения тяжкого вреда здоровью Анны было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». От имени всех сотрудников следственного управления выразить слова искренне, слова соболезнования родным и близким Анны Бобриковой. По поводу расследования уголовного дела хочу сказать следующее. Вообще дела о так называемых врачебных ошибках относятся к сложной категории дел. И задача следствия — детально и поэтапно разобраться в том, что происходило на всех этапах оказания медицинской помощи. Заявлять о каких-то отдельных фактах, о каких-то деталях, о каких-то домыслах — это все-таки, наверное, не совсем правильно. Оценка медикам будет. Отдается у нас уже комплекс «Собран доказательств», допрошены и медицинские сотрудники, и роженицы, которые находились в тот же период, что и Анечка, в перинатальном центре. Собраны иные материалы, связанные с оформлением медицинской документации. И окончательный вывод должна дать экспертиза, комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая будет проводиться в независимом экспертном учреждении. Это факт, и в общем-то это должно общественности свидетельствовать о беспристрастности следствия. На сегодняшний день следствие ведет переговоры о том, чтобы патологоанатомическое исследование тела, умершей 14 октября в 23 часа 15 минут в медицинском центре Московской области, Анна проводилась с опытным специалистом из Московской области, то есть из квалифицированного медицинского центра. Как сообщила Ирина Минина, с момента гибели Анны действия неустановленных пока должностных лиц следствие теперь оценивает по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом своих профессиональных обязанностей». Расследование уголовного дела находится на личном контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.